Здравствуйте! Сегодня мы с вами разберемся с уравнениями косинус х равна а. Надо сказать, что я подразбиваю на два случая. Когда а больше нуля, то х это плюс минус аркосинуса плюс 2 пика при ка принадлежащем z. И для а меньше нуля это плюс минус пи минус аркосинуса плюс 2 пика, где ка принадлежит z. Я не буду брать частный случай, я научу вас быстро работать с таблицей. Итак, косинус х равен 1,2. Вот наша таблица. Строчка косинуса. Вот зеленым цветом я выделила промежуток, на котором мы будем с вами работать. Итак, косинус х равен 1,2. 1,2 это пи на 3, мы видим. Значит, наше решение по формуле будет х равен плюс минус пи на 3 плюс 2 пика, где ка принадлежит z. Далее, если мы берем минус 1,2, опять рассматриваем таблицу. Вот наш период для косинуса. Минус 1,2 по косинусу это 2 пи на 3. Значит, мы напишем с вами х равен плюс минус 2 пи на 3 плюс 2 пика. Где ка принадлежит z. То есть, для косинусов мы с вами еще раз работаем только по первой и по второй четверти. Вот, если бы у вас было корень из 3 на 2, то это было бы пин плюс минус пи на 6 плюс 2 пика. Если бы это было минус корень из 3 на 2, это было бы плюс минус 5 пи на 6 плюс 2 пика. То есть, полностью форму можно не подставлять, то есть, не писать подробно. Если ваш учитель придирается, что можно тогда написать? Да, вы тогда не можете сразу получить ответ. А вы должны писать х равен плюс минус скобка пи минус пи на 3 плюс 2 пика. Значит, пи можно представить как 3 третьих. Значит, х равен плюс минус 3 третьих пи минус пи на 3 плюс 2 пика. Я не пишу, ка принадлежит z. Я думаю, это понятно, что оно должно быть все время. Итак, 3 третьих отнять 1 третье, это действительно 2 пи на 3. Значит, х равен плюс минус 2 пи на 3 плюс 2 пика. Итак, некоторые дети уже увидели, что если здесь пи на 3, то для отрицательного числитель на единичку меньше знаменателя. То есть, двойка на единичку меньше, чем тройка. 2 пи на 3. Ну, вот еще один посмотрим. Косинус х равен минус корень из 2 на 2. Итак, это отрицательное. Мы опять открываем таблицу. Находим минус корень из 2 на 2. Вверху стоит 3 пи на 4. Значит, мы записываем, что х равен плюс минус 3 пи на 4 плюс 2 пика, где ка принадлежит z. Далее, давайте мы с вами посмотрим уравнение вот такого вида. Косинус х равен 0,1. Ну, вы скажете, его же нет в таблице. Ничего страшного. В этом случае точно так же мы записываем, что х равен плюс минус арк косинус 0,1 плюс 2 пика, где ка принадлежит z. Далее, давайте рассмотрим вот такой случай. Косинус х равен минус 1,2. В данном случае мы знаем, что косинус х должен быть больше либо равен минус 1, но меньше либо равен 1. В этом случае решения мы не получим. Решений нет. Значит, вот таким образом мы с вами рассмотрели несколько случаев решения косинуса. То есть, самые простейшие уравнения по косинусу. Следующее занятие будет. Это более сложные уравнения с применением формулы для косинуса.